Привет, друзья! Вот в 96-м году, когда я выпустил книжку «Ключ себе», а тут внизу написано, как сохранить и реализовать себя в современных условиях, у меня там была одна шутка. Там мне задают вопрос, кто-то там в книжке я там пишу, а всем ли помогает ключ? Я тогда пошутил, я сказал, что да, всем, даже у кого не получается. А как это? А вот у вас раньше было много проблем, написал я, а теперь одна, поднимется рука или не поднимется? Ну, естественно, да. Ну, я почему об этом говорю? Потому что очень много людей, которые страдают депрессиями, у них, может быть, сразу не получается. Это естественно. Потому что люди, которые очень долго испытывали хронический стресс, депрессия, ну, естественно, или шея зажата, ну, естественно, он пробует делать какие-то приемы, а угнетенное состояние не позволяет включиться этой эндорфинной фабрике, не возникает этого полета, или руки не расходятся, потому что шеи давят. Ну, много тому причин. Но самое главное же мы, что даем подбор приемов путем перебора, мы всегда говорим о том, что ключ почему уникален? Потому что это не шаблон. Потому что шаблон это что такое? Вот дали вам упражнение, вы его делаете, а у вас не получается. И огорчение. А здесь сказано. А вы подбирайте то, что получается. Вот не получается, что руки расходятся? Да и не надо, бросьте вы этот прием, что вы на нем зависли. Подбирайте то, что получается. Я там даю очень много разных приемов. И мы выбираем еще такие приемы из вашей собственной жизни, из памяти тела. Вы вспоминаете, что вы любили делать. В волейбол играть, плавать, скакать на коне, играть в теннис. И если вы делаете вот подбор путем перебора и делаете те движения, которые вам нравилось в жизни делать, то, что вы выходите на это состояние, включаются эндорфины, снижаются адреналины, и у вас появляется хорошее состояние. Ну а теперь, если это человек с депрессией глубокой, у которого угнетенное состояние, его глужит, у него какое-то состояние, его все не радует. Это может быть эндогенная депрессия. Или он на каких-то препаратах находится. Ну, конечно, у него может сразу не получаться. Что тут удивительного. Но если он будет делать эти приемы, у него постепенно начинает получаться. Да. И вот сейчас я хочу вам показать, поскольку мне там говорили в комментах, покажите еще какую-нибудь картину про море, про лодочку. Ну, пожалуйста, я же все комменты читаю. Пожалуйста, вот у меня, я тогда поставил, благодаря такому комменту, вот это свое. А это вот лодочка. Мне кажется, фантастическая картина. Я не знаю, хорошо ли ее видно. Это я оставил в подарок своим друзьям в Калифорнии. И там среди 20 картин, которые я оставил в Калифорнии, и вот эта лодочка. А эта была напечатана в 2018 году в журнале, который издавался в Казани. Я не для рекламы этих лодочек или журнала говорю, но когда вы знаете все это, вам же легче понимать, с кем вы имеете дело. Можете задавать мне вопросы различные. Вот там в комменте совершенно в прошлом мне написали, «А если установка, говорят, а это гипноз или не гипноз?» Вы понимаете, суть гипноза, как состояние, не меняется от того, что назовете это установкой, или назовете альфа-состоянием, или назовете не гипнозом, а чем-то другим. Но сама суть состояния не меняется. Если человек, который вас вводит в это состояние, вызывает у вас фиксацию внимания, с ожиданием чего-то, и ваше внимание фиксируется, 30% людей легко впадают в транс. Но транс глубокий, это и есть гипнотическое состояние. А вы представьте себе, неуправляемый транс – это стресс. Стресс – это тоже гипноз. Да, ну на самом деле, когда вы в стрессе, вы же ничего не слышите, ничего не видите, кроме того, что у вас включился институт самосохранения, паника и так далее. Это тоже гипноз. А мы как раз-таки с помощью метода ключа, с помощью подбора приемов, путем перебора, по критерию максимального соответствия вашему индивидуальному состоянию, выводим вас из гипноза. Вот из этого стрессового состояния, где ваше внимание фиксировано на неприятностях, выводим, то есть по существу это просветление. Да, это просветление. И когда вы сами несколько раз так делаете по методу ключ, с помощью волны, например, или подбором других приемов, там же их много, вы научаете свой мозг входить в транс, выходить из транса, входить в транс, выходить из транса, и теперь вас никто загипнотизировать не может без вашего желания, потому что вы становитесь просветленнее. Бесплатный ликбез у нас, напоминаю, в понедельник в 20 часов. Готовьте свои зумы. Номер будет там сбросан на моем канале YouTube или где-то еще. Ссылка будет сброшена. Мне будет помогать и Наташа Кузьмина. Я еще там попрошу Шейлу, если она сможет, наш психолог, моя дочь, если она сможет выйти, поможет нам всем. И Алена Алиева попрошу, которая сейчас в Махачкале. Короче говоря, и другие наши участники из школы «Человек будущего», «Хомофутурус» выйдут, будут делиться опытом, как побеждать страх, выходить на состояние внутренней свободы. Готовьте зумы. А кто говорит, что у меня же время не совпадает. Я, допустим, во Владивостоке, а вы проводите в 20 часов. Записи остаются. Поэтому потом возьмете, посмотрите, как разные участники, какие вопросы они задают. И что им интересно? Потому что одним интересно из паник выходить, а другим интересно лучше играть в теннис. А третьим интересно лучше сдавать экзамены. Я хочу как можно больше молодых людей, чтобы приходило. Не только таких старых, как я, не только таких вот людей, философствующих, как я. Может быть, там какой-то бизнесмен захочет выйти. Да, пожалуйста, кто хочет? Кто хочет, пускай выходит. Насчет бизнесменов. У меня был приятель, который был первый миллионер в СССР. Первый миллионер в СССР. Да, но его сейчас нету. И он мне говорил, скажи, что твои картины лечебные, и все будут продаваться. Да. Там, говорит, есть какой-то магический импульс. Я говорю, есть магический импульс, потому что я рисую картину, пока душа не появится. Видите, я эту картину рисовал ради вот этой шапочки. И вокруг вот это все море закручено. Да, это я после Олимпийских игр Китая, где я готовил команду парусного спорта России, национальную сборную. Да. И потом мне Шейла попросила, папа, ну что ты все время ставишь образы женщин, образы мужчин. Ну, такое ощущение возникает, что ты кроме этого ничего не рисуешь. А Лен, мой сын, рисует только цветы. Ну, нравится ему цветы рисовать, но в каждом букете у него вселенная. Да, посмотрите на его цветы. И у меня в каждом образе ликие, ликие, цветы ликие. Тоже вселенная. Они таким образом сделаны, как соединяется конкретность с вечностью. У меня картины метафоры. Да, и вот поэтому я поставил вот эту картину, поэтому показал лодочку. В следующий раз еще что-то покажу. И кто-то мне там написал. Да что он хвалится все время своими картинами? Что нас отвлекает от своего текста? Пусть говорит что-то по сути мне говорят. А я уже много сказал. Я уже много сказал. Как говорится, имеющие уши, да услышат. А у кого радио, как говорится, в этот момент не настроено, кто находится в стрессе, у кого внимание закорочено на самовыживание, на инстинкте самовыживания, он же не слышит ничего, поэтому и надо ему научиться в первую очередь. Поэтому этих людей, которые готовы написать критику, не глядя, не слыша, о чем речь идет, я приглашаю. Ликбеста бесплатный. Вы же ничего не теряете, но вы можете приобрести то, о чем даже не подозреваете. Здоровья вам, друзья, и счастья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok